Мне очень жаль, что у нас на юге, в таких городах, как Анапа, Новороссийск, нету практически галерей. Точно в таких же городах, Брайтенбич, Виталий, там в каждом городе около 100-150 галерей. А у нас это отсутствует. Надо вот это возрождать. Не зря Путин хочет посвятить 2014 год, сделать годом культуры. Два автора, чьи работы представлены на этой выставке, Геннадий Завезённый и Дамир Кривенко, в 2012 году достойны дипломов Творческого союза художников России за вклад в развитие отечественной культуры. Полотно «Палитра чувств» Дамира Кривенко отправится после выставки в частную коллекцию Соединённой Штаты. Можно сказать, что оно лечит цветом, хотя и вызывает споры, какая гамма каким чувствам соответствует, сколько людей, столько мнений. А в целом выставка многообразна и синтетична. Здесь представлены очень разные художники с очень разными манерами, с очень разным видением и человека, и природы. И это разнообразие более всего радует. Есть работы, которые характерны уже для конца 20 века, которые в себе содержат не чисто живописный подход, но как бы концептуальный, универсальный такой, с таким философским подходом к жизни. Каждый на этой выставке найдёт пищу для души. Портреты, пейзажи, натюрморты, выполненные акварелями, красками, графика. Мы делимся на две части. Это тело и душа. Тело мы оставим здесь, душу и дениться, что мы заберём с собой. И ей нужно заниматься активно, даже важнее. Её кормить, насыщать и возвышать. И пищей для души является, опять же, музыка, поэзия, живопись. И искусство – это духовное питание человека. Это не умрёт никогда. Лариса Басова, Андрей Старатубцев, Анапрегион.